С самого утра в центре поселка Многолюдно. Традиционно праздник отмечают в последние выходные сентября. Именно в это время, много лет назад, сюда пришли переселенцы. Сегодня более пяти тысяч сочинцев населяют Красную Поляну. Виолетта Каспарова живет здесь с самого рождения. Делятся эмоциями. Масштабные изменения, произошедшие здесь, сначала заставили попереживать. Теперь, глядя вокруг, понимаешь, что все к лучшему. Красную Поляну мы очень любили и в том виде, в диком. Именно своей нетронутостью она нас привлекала. И эти воспоминания останутся на всю жизнь. Сейчас идем, и душа радуется. Мы все счастливы. И Олимпиада – это было тоже такое счастье. На празднике в основном жители поселка, но много и отдыхающих. Для них местный историко-краеведческий музей представил выставку современного вооружения войск спецназначения. Чуть дальше – конкурс «Осенний букет» родному поселку. Работы сделаны предприятиями Красной Поляны. Но главный подарок краснополянцев ждет впереди. Улицы у нас обустроены. Имеется свет, вода, уже перебоев. В этом направлении нет. Но сейчас, естественно, терпением ждут подачи газа. Буквально, начиная через 10-15 дней, уже должно пойти подключение по определенным улицам, которые готовы. И вот это будет самое значимое, так сказать, событие и, скорее всего, подарок Красной Поляне. Мы с вами понимаем, что имеется серьезная основа для дальнейшего развития указанного населенного пункта. Четыре горнолыжных курорта. И о Красной Поляне можно с гордостью говорить как о горноклиматическом курорте, так как создана вся инфраструктура. В День поселка решено было провести участвование пожилых людей, ведь совсем скоро одноименный праздник. Благодарственными письмами от главы города были отмечены десятки сельчан. Поздравили родной поселок, творческие коллективы города. В фойе Дома культуры открылась экспозиция «Красная Поляна» глазами художников. А рядом с ней работы самых юных жителей. Одного из известных сегодня мест в России. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.